КОНЕЦ 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 Ну, разговор, наверное, это даже не крик, а просьба. А если мы, например, начинаем говорить, да сколько можно, да я тебя уже прошу не первый раз, и уже такой с повышением голоса, с какой-то эмоциональной отдачей. Это совсем другой крик. Это крик, который является очень унизительным и очень травматическим для наших детей. Наши дети реагируют не столько на то, что мы говорим, а на то, именно как мы реагируем. Какие вещи мы хотим им донести, как мы это предъявляем. Вторая причина – это эмоциональная именно причина. Когда у нас не хватает сил, когда мы раздражаемся, когда мы понимаем, что мы устали, когда у нас есть приступы агрессии, мы понимаем, что мы злимся. И мы не можем справиться с этими эмоциями, и поэтому благодаря этим эмоциям, наверное, мы пытаемся решить способ какой-то… Вот, конечно, я с вами полностью согласна, потому что, когда мы кричим на наших детей, мы не просто унижаем их, и падает их самооценка. Мы в первую очередь унижаем себя, себя, взрослого человека. Потому что взрослый – это человек, который способен контролировать свои эмоции. И поэтому он должен быть, наверное, примером и эталоном для ребёнка. Да, основная задача как раз – показать ребёнку, что мы можем иметь эту опору. И чтобы он умел понимать, что в этот момент мы надёжны для него, что мы можем справиться с этими эмоциями. Только так мы показываем сами ребёнка, как можно вести себя. что его крик, наш крик, он в этот момент ни к чему не приводит, да? Что в этот момент из больших эмоций мы можем именно подорвать самооценку рядом стоящего человека. Так, значит, крик ничего не решает. Если мы будем говорить с ребёнком тихо, спокойно и уверенно, в таком случае он нас может услышать? Я думаю, что в некоторых ситуациях это должно быть больше, наверное, конструктивно. Такой подход к этому. Почему? Что происходит в тот момент, когда мы кричим на любого человека? Ребёнка, взрослого, кто будет с нами рядом находиться? Этот человек в этот момент начинает испытывать чувство вины, стыда. Может точно так же испытывать чувство злости. И чтобы эти чувства не перенимать и не хотеть находиться в них, он начинает тоже повышать голос, начинает, может быть, оправдываться, да? Кричать в ответ какие-то фразы. Но самое, что интересно, даже в практике было замечено, наверное, иногда там и в моей практике, что когда ты начинаешь меньше и тише говорить, то дети особенно, они начинают в какой-то момент прислушиваться, а что происходит? Почему такая тишина? А что там недавно говорил? И даже элементарно подойти, тихо сказать, там, я хочу там от тебя то-то, то-то, да, там, чтобы ты мне сделал? Иногда ребёнок, да, в первую очередь он не сможет это понять. Потому что если у него есть навык такой, когда на него кричат, и только с помощью крика привлекаем это внимание, можно попробовать сделать именно тишиной, и, может быть, это будет намного конструктивнее, чем крик. Так как же самому-то себя взять в руки и научиться не кричать на своего ребёнка? Есть какие-то советы определённые? Есть советов, конечно, очень много, но самые элементарные, которые помогут, это, во-первых, если вы осознаёте, что ваше эмоциональное состояние начинает зашкаливать, и вы понимаете, что вы не сможете себя сдержать, то лучше, конечно, выйти из этой ситуации, выйти из конфликта. Что обычно в первую очередь делают? Это прям реально, если ребёнок находится, и вы в одной комнате, вы просто выходите из этой комнаты и идёте, наливаете, например, себе чай, кофе, или просто пьёте воды. Точно так же вы можете пойти умыться, вы можете выйти на свежий воздух и дать себе время осознать, что вы успокоились. И потом, конечно, себе задать ещё вопрос. А что произошло? А почему я начинаю срываться? А что бы мне хотелось донести до ребёнка? И только после этого можно подходить к нему и опять пробовать вести диалог. И вот на мой взгляд, мне кажется, что родители тоже должны принимать во внимание свои ошибки, что они позволяют себе повышать голос на своего ребёнка. Как вы считаете, просить прощения у своего ребёнка – это правильный ход? Ну, вообще-то, подтверждая ту ситуацию, что я в какой-то мере некомпетентный родитель, да, и признавая, и говоря, например, что здесь я сейчас не сдержался, извини, это связано не с тобой, а связано с тем, что я, может быть, устала, что, может быть, у меня что-то произошло на работе, может быть, я поругалась там с твоим папой, или я поругался с мамой. И в этот момент вы признаёте, что не ребёнок только виноват в ситуации конфликта какого-то, что здесь есть и ваша вина. И этим вы как раз учите ребёнка признавать то, что что-то не получается у вас. Тогда он может сказать, что и в какой-то момент он срывался на вас именно из-за того, что у него что-то произошло. И тогда вы можете опять же аргументировать и говорить, хорошо, когда будет в следующий раз, ты захочешь тоже накричать на меня, лучше подойди мне там и скажи, что сегодня со мной что-то такое неладное, что у меня сегодня был конфликт в школе, ещё где-то. И можно будет решить как раз именно с точки зрения помощи какой-то. То есть надо быть как можно откровеннее со своими детьми? Мне кажется, откровенность всегда помогает, потому что это одно из составляющих диалога и слышания и слушания как раз человека, который рядом находится. Я желаю хорошо подумать над этими вопросами, которые сегодня мы обсудили. Разобраться в причинах и следствиях своего поведения. Разобраться, почему вы так делаете. Почему это бесполезно. Как вести себя по-другому. И я уверена, что вы найдёте выход из сложившейся ситуации. Всего вам самого хорошего. И самое главное – сил взаимодействия, хорошего диалога в вашей семье. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok